Всем привет! С вами Алексей Чернышов и Дмитрий Чернышов. Вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки. И сегодня у нас техно-вторник, а значит мы будем говорить о технологе. И мы вскроем два одинаковых пакетика от компании технолог. Это у нас... Кибарк З-ХЛ Ну что ж, и давайте взглянем, что нам приготовил технолог за 47 рублей. Поехали. У нее зеленый. Итак, подобные пакетики содержат схему сборки простецкую и вот такой вот литник с деталями. Итак, мы приступаем к сборке. Поехали. 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Лично мне кажется, что технолог нынче опустил свою планку качество и как я уже сказал катится под откос Что можешь сказать, тебе понравилось бы? Тебе принесли бы пару таких роботов интересно было бы тебе с ними играть Конечно, чем больше тем лучше Зомби нападают мирно, он защищается Поскольку их всего двое Он сделал да Итак, сегодня мы рассмотрели киборгов ZXL от технолога. Не самый яркий представитель технолога этот киборг. Однако, я думаю, детям все же понравится. И здесь есть, естественно, ряд положительных факторов. Первый – это цена 47 рублей, это копейки. Второй – это приятный на ощупь пластик. Кстати, он очень похож на старый полиэтилен. Мягкий такой пластик, и его будет сложно сломать. И третий – это, конечно, отсутствие едкого запаха. Пластик приятный не только на ощупь, но и на запах, скажем так. То есть, игрушка приятная в целом. Но есть ряд факторов. Ну, это, скорее всего, придирки старых технологовцев, которые привыкли к качественному продукту от этой компании. Ну, я бы не сказала, что это некачественно. 47 рублей все-таки даже голова столько не стоит. И пакет. Кстати, от пакета… Фу, если от него ничего не несется в пакете, запах такой, что… Ну, это, скорее всего, сама упаковка источает подобный запах. Сам же пластик, я повторюсь, никакого запаха от него нет. И это шикарный аналог китайским игрушкам, которые заполонили все прилавки в России уж точно. Если у нас в Эстонии с этим получше, хотя есть тенденция, что к нам Китай снова завозят в больших масштабах, и это печально. Лучше бы привозили игрушки из России, да, они бы стоили уже не 47 рублей, да, там, чуть меньше евро, но стоили, даже если бы они 2-3 евро, я думаю, люди бы здесь их брали. Продолжение следует... Итак, у робота подвижна голова, вращается на 360 градусов, вращаются руки в плечах, в локте сгибаются, вращение есть в поясе, сзади вот такой чемоданчик открывается. Также подвижны ноги в бедре, в колени сгибаются, и голеностоп подвижен. Вот такой вот робот. Итак, мы рассмотрели этих роботов, вы уже их посмотрели со всех сторон, мы показали вам их подвижность. Здесь заявлено, кстати, 12 шарниров. Так вот, как будто портрет, им пора в школу, поэтому они зеленые, без брони. Что можно сказать по данной конкретной модели? В принципе, достойно внимания. Если вы являетесь поклонником технолога, обязательно к покупке. И если вы являетесь поклонником технолога в прошлом, то купите их своим детям, пускай они поиграют. Ну а на этом, пожалуй, все. Наш техно-вторник подходит к концу. Ну, недели нет, это только первый обзор за неделю, ждите еще. Всем спасибо, всем до свидания, ставим лайки, пальцы вверх. Подписываемся на этот канал, на основной канал, на группу ВКонтакте. До новых встреч, всем пока-пока! Пока-пока! Ча-а-а! Та-дам! Ча-у!